Конец учебного года – это время подводить итоги проделанной работы, анализировать допущенные ошибки и благодарить педагогов и учеников. В Центре внешкольной работы воспитанники подготовили для своих наставников шуточную сценку-экспромт о том, как происходит процесс обучения в клубах по месту жительства. Педагоги тоже не остались в долгу и высказали теплые слова благодарности своим ученикам. Мы радуемся, что вы такие у нас хорошие, приходите к нам каждый день, радуете нас своим появлением, лучезарное, цветущее, иногда немножечко плачущее. И вам нужно вытереть нос, вам нужно, так сказать, вытереть слезки, а кого-то надо поддержать. А кто-то такой интересный расскажет, что с вами ужить хочется. Я ведь правильно говорю, Добойки? На итоговом собрании отметили плодотворную работу активистов Центра внешкольной работы. За особые успехи в обучении, творчестве и спорте им вручили дипломы и памятные подарки. Он действительно был очень интересным и очень насыщенным. У каждого объединения, а вы действительно все разные. Дмитрию Евтайкину из клуба Греции пришлось выходить несколько раз. В сценке он играл роль лоботряса, затем получал диплом по итогам года и вместе со своими товарищами по клубу представлял макет эмблемы Содружества клубных активов «Сила». На ней ребята изобразили Центр внешкольной работы Большим Муравейником, а воспитанников и педагогов – его трудолюбивыми обитателями. Автором идеи был я вместе с моим другом Павлом. Мы собрались на тренировки и обсуждали эмблему, кого возьмем за основу. Всего было представлено шесть макетов эмблемы. Активисты клубов, презентуя свои проекты, подробно рассказывали о символах, которые взяли за основу. Выбирать лучшую эмблему будут голосования в сети интернет. И уже к новому учебному году Содружество обретет свой отличительный знак. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.